приветствую друзья сегодня у нас на обзоре планшет honda v919 3g с довольно интересный планшета с большим экраном поддержкой 3g gps и неплохой батареи пришел вот такой коробочке белого цвета написано 9,7 дюймов нарисован сам планшет на задней части нанесены основные характеристики это система android 5.1 lollipop процессор x86 intel sophia 3g r он же atom x3 1 герц 4 ядра графика мали 450 mp оперативная память 1 гигабайт 16 гигабайт встроенная поддержка одной сим-карты частоты 3g это 900-200 2g 850 900 1800 1900 экран 9,7 дюймов ips разрешением xga то есть 1024 на 768 мультитач на 5 касаний две камеры на 2 и 0 3 мегапикселя аккумулятор заявлен 7200 миллиампер час габариты 240 на 170 на 7 и 9 миллиметров вес аккумулятором 614 грамм заявлена поддержка bluetooth gps и о 3g так ну давайте коротко кто не смотрел распаковку хотя никто не не смотрел она как-то стороной прошла коротко что было внутри то документация друзья различная документация не важно на английском языке usb micro usb кабель и самое главное это зарядка на два с половиной ампера 5 вольт 2 с половиной ампера очень важная штука лучше всего заряжать аппарат именно при помощи нее сам планшет выглядит вот таким вот образом как лежит в руке шикарно лежит руке друзья вот это все это металл вот можно держать таким образом читать книги можно держать таким вот образом тоже что-то делать очень удобно друзья вот это это одновременно у нас и кнопка домой и слышите да она сенсорная и светодиод на фронтальной части еще у нас есть камера на задней части это у нас основная камера и вот такая вот штука крышечка под которой у нас находится сейчас покажу что вот так вот на самой крышке видим антенны нанесены это очень удобно если надо сделать кастомные антенны принципе просто надо подцепиться проводочками вот к этим двум контактам так сюда ставится sim карта формата микро и карта памяти все все что здесь есть закрываем на левой части получается ничего нет на правой части у нас эта кнопочка сброса на случае если у вас аппарат зависнет чтобы не надо было отпаивать припаивать батарею разбирать просто нажимаем на кнопочку сброса какой-нибудь иголочкой там происходит небольшой клик и происходит сброс аппарата кнопка включения и качель громкости пластиковые нажимаются так вот с резким кликом слышите входа практически нет так на верхней части это разъем под наушники друзья если воткнете гарнитуру я вот пытался свою гарнитуру воткнуть нормально музыку воспроизводит только с нажатой кнопкой то есть кнопку отжимаем и начинается ерунда поэтому сюда рекомендую втыкать только обычные наушники не втыкать гарнитуры здесь кажется что два динамика на самом деле один динамик и микрофон разъем микро юсб так ну вот собственно наверное все что есть так выглядит планшет со всех сторон единственный минус который сразу чувствуется друзья планшет очень тяжелый то есть весит он например на 615 грамм то есть более полу килограмма это конечно с одной стороны здорово с другой стороны если держать его на весу очень сильно будут уставать руки по поводу батареи друзья батарея заявлена 7200 я сделал собственные замеры вот замеры мои замеры которые делал восемь тысяч девятьсот 57 то есть почти 9000 набрал на юсб тестере соответственно можно говорить о том что здесь 7200 есть точно потом я делал замеры при помощи antutu тестером как видите набрал очень малое значение он очень быстро разрядился буквально за два-три часа но после того как есть накатил обновление пришло по воздуху и сделал полный сброс результаты мне понравились то есть я до половины разрядил планшет и на это ушло мне пять часов прокрутки full hd видео на вот полном экране то есть полное время просмотра full hd видео на данном аппарате будет составлять порядке десяти часов это довольно очень очень круто то есть можно долго смотреть видео по поводу дисплея друзья дисплей у нас здесь имеет довольно низкое разрешение от этого конечно выигрывает производительность но с другой стороны если смотреть какие-нибудь даже если вот так поднесу можно увидеть что пикселизация здесь высокая то есть какие-то картинки просматривать крайне не рекомендуется не очень красиво для браузинга подойдет для простых игр подойдет но вот именно для работы с графикой здесь не подходит углы обзора друзья довольно хорошие то есть можно сейчас мы попробуем под такими углами смотреть под такими то есть даже критические углы нормально в принципе отрабатывают ну давайте перевернем картинку так никаких цветовых инверсий нет просто уже выключается экран даже по таким критическим углом все нормально друзья экран хорошие только вот если посмотреть поближе конечно очень низкая детализация вай-фай довольно средненький мне не очень понравился через одну и две бетонные стены есть поддержка радио gps поймал немного спутников но как видим что спутники gps и глонас поймались компаса электронного у нас нет можно рассмотреть значение к пау x ну и аид 64 кому интересно так в обратном порядке рассматриваем их так бенчмарки пока не будем трогать ну собственно что еще могу сказать что это джи вас это джи реально проблем никаких нет тут же поддерживается воткнул флешку и все видим она загорелась и находит все что на ней находится с этим все шикарно друзья по поводу звука звук динамиков не не очень порадовал вот так видно что имеется у нас здесь три значения usb накопитель выбираем ну давайте не поддерживается тип файлов то есть что я могу сказать звук довольно тихий по поводу звука в наушниках качество тоже не блещет то есть со звуком здесь все не так уж и хорошо по поводу интерфейс интерфейс это здесь стандартный у нас android 5.1 сейчас покажем настройки о планшете вот обычный android 5.1 есть обновление по воздуху она немножечко переделана вот таким вот образом обновление никаких нет из фишек плюшек какие здесь есть и то есть скриншоты различные я так и не понял зачем они нужны мне отлично делать скриншоты кнопками и есть режим энергосбережения вот здесь довольно продвинутый какой-то вот система можно включать и отключать что нужно но также не вижу в этом особенного смысла потому что планшет по производительности как мы посмотрим дальше довольно слабенький по поводу железа базируется планшет на процессор intel sophia 3g r это тот же самый atom x3 который был разработан совместно с рок-чипом рок-чип знает толк в бюджетных слабых процессорах и помогла intel создать такой же слабый процессор 4 ядерный за график отвечает mali 450 mp это в принципе нормально оперативной памяти 1 гигабайт этого конечно уже мало и 16 гигабайт внутри поддержка карт памяти есть если посмотреть на саму систему вообще как она работает друзья то работает она не очень быстренько так неспешно видите да то есть довольно слабенькое железо практически не греется аппарат в игры играть можно на самых слабых настройках я попытался запустить assassin creed и он у меня пошел как слайд-шоу не знаю остались ли здесь скриншоты вот примерно вот таким вот образом выглядел у меня assassin creed то есть очень пикселизированно напоминает какие-то игры не знаю десятилетней давности и при этом все равно было слайд-шоу то есть играть очень очень тяжело вот еще играл такую игрушку тоже чуть-чуть подтормаживает то есть на самом деле планшет не очень игровой скорее для таких мелких казуалок и читать браузить интернет это основное его предназначение в бенчмарках аппарат набрал geekbench 346 1026 bonsai бенчмарк 1433 это 20 и 4 fps nano mark 2 набрал 60 fps на разрешение 1024 на 720 epic citadel на high performance то есть высокой производительности набрал 46 9 кадров на высоком качестве набрал 47 4 кадра 5 точек мультитач антуту набрал 21 1779 попугаев и находится это в самом низу конечно же камеру у него есть вот я делал несколько снимков перевернем не хочет переворачиваться ну в любом случае могу сказать что камеры без автофокуса очень слабенькие то есть ничего от них добиться нельзя но вот фронтальная камера не хоть как-то порадовала более менее интересно основная камера вообще просто ужасно что можно подытожить что можно сказать по сути друзьям мы получили бюджетный планшет в который можно воткнуть симку которым есть gps батарейка нормально то есть на нем можно браузить сидеть там социальных сетях играть в какие-то очень слабые игры можно использовать качестве навигатора в машине в принципе там gps даже вот клонас поддерживается как мы видели и можно также отдать ребенку чтобы он как-то развлекался смотрел видео не знаю с ютуба например или просто смотрел мультики фильмы но вот такой простенький аппарат друзья но он довольно дешевый за свои деньги он стоит порядка 90 долларов отлично отыгрывает то есть аппарат с таким большим экраном симка gps am за эти некие найти крайне трудно но в принципе в общем не аппарат понравился конечно немножко расстроила что он довольно слабенький по железу и тяжелый то есть вот вот так вот например когда я облокотился нормально но если пришлось подержать аппарат все время на весу руки бы у меня устали то есть как быть ребенку я на самом деле не знаю но такой вот любопытный интересный аппарат ссылочка будет в описании если любопытно посмотреть ну на этом всем спасибо друзья подписываемся на канал кто еще не подписан всем пока